МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Я ведущий программы «Медицина и право» телеканала «Право ТВ» Хасай Алиев. Врач, психолог. Дам вам несколько советов практически полезных для того, чтобы повысить иммунитет. Потому что это, в первую очередь, во всех случаях выборов. Чтобы быть устойчивым в любой ситуации и меньше заражаться от вирусов. И в любых стрессовых ситуациях быть уверенным в себе и повышать свои творческие качества и возможности. Конечно, в первую очередь должен вам сказать, что надо соблюдать сангидиену. Безусловно. Это не вызывает никаких сомнений. Надо соблюдать правила. А это говорит о том, что нужно, чтобы больше кислорода было в клетках мозга. Чтобы организм был крепче, все внутренние органы и, в первую очередь, мозг работал нормально. Чтобы было меньше спазмов сосудистых. Кислород должен быть в клетках мозга. Поэтому больше надо гулять на свежем воздухе. В этой встрече я хочу вам сказать, чем мы будем мерить результаты. Повышение стрессоустойчивости и повышение иммунитета. Все ученые мира говорят о том, как важен иммунитет. И вот теперь индикатор напряжения, которым мы будем мерить каждый у себя. Уровень своего нервно-психического напряжения. Индикатор напряжения называется градусником напряжения. Это виртуальный индикатор. Если вы мысли на себе, представите руку. Вот моя рука, я вам показываю. Вот здесь будет 10, это будет шторм, это плохо. А здесь будет штиль. Это ноль. Это совсем безмятежно. Здесь суета мысли, тревога, страх. А здесь безмятежность. Это состояние, когда вы в таком находитесь положении, как иногда бывали. Вот вспомните, например, когда вы отдыхали на море, смотрели, как облака плывут. Или слушали музыку, которая вам нравится. И у вас возникало такое состояние, такое внутренне спокойное, глубинное, душевное равновесие. Это шторм. Это плохо. Это штиль. Это такое состояние, когда есть какая-то внутренняя защищенность. Абсолютная уверенность, что всё хорошо. Как раз таки в этом состоянии у людей рождаются прекрасные перспективные идеи, надежды на завтрашний день, на лучшее будущее. И таким образом, если вы представите сейчас виртуально 10 и 0, шторм и штиль, 10 делений, и каждый себе произведёт самоидентификацию, например, вы находитесь сейчас, когда слушаете меня в каком-то состоянии. Пожалуйста, измерьте, где вы сейчас находитесь. Здесь, здесь или здесь, или здесь. Именно здесь и сейчас, в данный момент, а не вчера, не 10 минут назад, не год назад, а именно сейчас, в этот момент и в этом месте. Где вы сейчас? Так вот, этот градусник напряжения, оказывается, обладает принципом биологической обратной связи. То есть, если вы в любом стрессе вдруг вспомните этот градусник и измерите себе вот так вот, в своих внутренних образах, на каком делении вы находитесь, оказывается, уже само по себе, по механизму биологической обратной связи, производит снижение напряжения. То есть, этот градусник напряжения одновременно позволяет вам измерить своё исходное состояние. И, когда вы им пользуетесь в любом стрессе, даже снизить его тем самым процессом, что вы измеряете этим индикатором. Этим индикатором мы будем пользоваться в следующих наших выпусках, когда я буду вам рассказывать о принципах подбора индивидуальных приёмов и упражнений, которые снимают стресс и открывают хорошее творческое состояние, даже вдохновение, вы будете пользоваться до и после этих упражнений и определять результат, который будет для вас нагляден и очевиден сразу. Все наши упражнения и приёмы – это ресурсы многоцелевого назначения. Ими пользоваться вы будете впоследствии буквально через одну-две встречи в любых обстоятельствах. Сначала вы будете применять их дома у себя, эти упражнения, раскрепощающие, мобилизующие, снимающие лишнее нервно-психическое напряжение, выводящие даже из шторма к штилю, к благоденствию. А потом вы сможете, только вспоминая их, в любых реальных обстоятельствах, где бы вы ни находились – на встречах, на экзамене, при устройстве на работу, при общении, при выступлении, при подготовке к соревнованиям, потом вы будете просто вспоминать, как вы это дома делали, эти упражнения и приёмы. И у вас уже будут навыки. Как только вы будете вспоминать в реальных условиях эти упражнения, вам сразу будет становиться свободнее, легче, раскрепощеннее, увереннее. Вы и прекрасно беседу проведёте, и экзамен прекрасно сдадите. Потому что напряжение у вас будет снижено. Как только вы будете вспоминать эти приёмы, о которых я вам буду говорить со следующей нашей встречи. С вами был доктор Хасай Алиев, ведущий рубрики «Медицина и право» канала ТВ. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!